дорогие друзья, продолжаем тему микология. современный способ изучения микробиологии это наш видеоканал популярная микробиология и зож. подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. сегодня разбираем субкутанные микозы споротрихоз. к субкутанным микозам относятся заболевания споротрихоз, хромомикоз, мадуромикоз. заболевания имеют следующие особенности. во-первых, поражается кожа, подкожная клетчатка, фасции, кости. во-вторых, чаще встречается в сельских местностях. так хромомикоз, антропофильный микоз, гриб обитает в растительных остатках и чаще болеют мужчины-земледельцы. третье, прогрессирующее течение. четвертое, образование подкожных абсцессов и гранулем. пятое, обезображивание участков тела и летальный исход. вот при мадуромикозе, который встречается в судане и индии, образуется мадурская стопа. она характеризуется утолщением и деформацией стопы. шестое, это множественная этиология. абсцессы могут быть вызваны бактериями рода на кардио, актиномицис, то есть актиномикотические мицитомы. возбудитель споротрихоза. это споротрихиум шенкии, диморфный гриб из группы дейтеромицетов. споротрихоз хроническое заболевание человека и животных из группы микозов. впервые заболевание было обнаружено в северной америке в 1898 году. возбудитель споротрихом шенкии, это почвенный диморфный гриб из группы дейтеромицетов. в патологическом материале встречается в виде дрожжеподобных округлых клеток, в виде булавовидных образований и в виде веретенообразных челночков. в глюкозопептонной среде при содержании углекислоты 80 процентов образует тканевую форму в виде тонкого септированного мицелия. споротрихом шенкии растет при температуре от 18 до 37 градусов. зрелые культуры получаются на 20-25 день. это крупные культуры, они занимают всю поверхность скошенного агара. пигмент серовато-желтый до черного, поверхность мучнистая или пушистая. споротриксы чувствительны к различным антисептикам, особенно препаратам йода. антигенная структура не изучена. эпидемиология патогенез клиника. эпидемиология встречается чаще в Соединенных Штатах Америки и во Франции. возбудители обитают в почве, на травах, на шипах барбариса, в сене, в уличной пыли. в естественных условиях болеют лошади, собаки, крысы и человек. в профессиональном плане садоводы и цветоводы. заражение происходит контактным путем через поврежденные шипом кожные покровы. реже поражаются слизистые оболочки и внутренние органы. во-вторых, это аэрогенный путь, в-третьих, алиментарный путь. патогенез и клиника. в месте инокуляции возбудителя возникает споротрихозный шанкар. затем в месте травмы появляется папула, затем пустула с возникновением регионального лимфонгита. пустулы вскрываются с образованием язв и рубцов. чаще поражается кожа правой руки. если не проводить лечение, споротрихоз принимает хроническое течение. генерализованный споротрихоз диссиминированный, гумозный и гумозно-язвенный. иммунитет отсутствует, лабораторная диагностика. исследуемый материал гной, биопсированные кусочки. первый метод микроскопический. в капле щелочки без подогревания или в капле спирта с глицерином обнаруживают септированный мицелий и своеобразные канидии споротриксов. в мазках, окрашенных по грамму, сигарообразные клетки, заостренные на концах, они фагоцитированы в поле нуклеара. второй метод это выделение чистых культур. особенность посева. посев делается одновременно на белковые и углеводные среды и на овощи, например на картофель или морковь. рост отмечается с пятого дня. третий метод сирологические реакции, агглютинации, прецепитации в агаровом геле, реакция связывания комплимента. четвертый метод возможно аллергическая проба. разберем ситуационную задачу. к врачу обратился садовник, 57 лет, житель франции. две недели назад он уколол ладонь правой руки шипом барбариса, после чего на ладони возникла папула, она затем нагноилась. как поставить диагноз и провести лабораторное исследование. диагноз можно поставить только по тщательно собранному анамнезу. и результатом микроскопии. в мазках, окрашенных по грамму, обнаруживаются сигарообразные клетки, заостренные на концах. эти клетки фагоцитированы в полинуклеарах. профилактика и лечение. профилактика только не специфическая. лечение йодистой калий или натрий, антибиотики, местно, анилиновые краски и ихтиол. благодарю за внимание. Игорь Негода Продолжение следует...